Привет, друзья! На канале у нас новая рубрика, которую мы попробуем сегодня. Если раньше я делал разборы на ролики популярных атлетов с сотнями тысяч подписчиков, с миллионами просмотров, и многие из вас слышали о них, то сегодня я буду разбирать так называемых ноунеймов. Скорее всего, о тех людях, которых я буду сегодня показывать, вы никогда ранее ничего не слышали, или, может быть, мельком один разочек видели их ролик на ютубе. Проблема в том, что с тех пор, как ютуб решил, что ему нужно соревноваться с тиктоком и запустил шортс, и начал активнее, намного активнее продвигать шортсы по сравнению с обычными роликами, качество контента, качество материала, качество видео в этих самых шортсах, оно сравнялось с уровнем видео в тиктоке. То есть это просто полное днище. При всем при этом, за счет алгоритмов ютуба, подобные абсолютно никакие по содержанию ролики собирают десятки, сотни тысяч и миллионы просмотров. При этом, естественно, вводя людей в настолько дремучие заблуждения, что из этого леса просто можно не выбраться. В нем бы Фродо с кольцом легко бы потерялся, и на сгулы бы его никогда в жизни не нашли. Вот настолько дремучие заблуждения транслируются, распространяются, продолжают тиражироваться. По сравнению с той ерундой, которую показывают эти люди в своих шортсах, то, что писали когда-то в глянцевых журналах, в пабликах ВКонтакте и на Фейсбук, даже на Инстаграм-страниц, все было не так плохо. И, конечно, огромную роль играют алгоритмы ютуба, которые продвигают эту ерунду. Но мы взяли на себя тяжелую миссию борьбы с мракобесием, поэтому сегодня мы будем разбирать несколько роликов, которые мне выдались в подборке шортсов. И это просто настолько идиотские ролики, что я решил запустить отдельную рубрику. Погнали! Что произойдет с телом, если отжиматься на брусьях каждый день? Отжимания на брусьях – это высококлассное и очень технически непростое упражнение. Как правило, задействуют грудные мышцы. Как правило... Нет, ну ладно, высококлассное и сложно техническое я еще стерпел, но... Как правило, задействуют грудные мышцы? Что это за правило такое, по которому брусья задействуют грудные мышцы? Ты когда опускаешься вниз, ты хочешь не хочешь, у тебя плечо отводится назад. То есть вот, ну, хочешь ты не хочешь, оно от тела будет отводиться от срединной линии. И поэтому будут включаться в работу грудные мышцы. Всегда! Вероятно, если отжиматься на брусьях каждый день, то произойдет следующее. Очень любопытно, что произойдет. Немного прибавится масса, а также прорисуется рельеф тела. Во-первых, масса может прибавиться только в том случае, если у вас профицит калорий. Если вот вы следите за своим питанием, создали профицит, едите больше, чем тратите энергии, получаете больше, чем тратите энергии, тогда может прибавиться масса. Если у вас нет профицита калорий, то отжимаетесь на брусьях каждый день, два раза в день, пять раз в день, неважно. Масса прибавляться не будет. Энергия из ниоткуда в этой вселенной, как правило, не берется. Вот такие вот у физики есть правила, что энергию из ниоткуда взять нельзя. И вот это вот правило. Прорисуется. Вот это вот лучшее. Помните, да, мы составляем словарик терминов, который использует фитнес-гуру и люди, которые далеки от науки. Прорисуются у него мышцы. Это ужасно. Смотрите, когда вы даете нагрузку, и мышца растет, она увеличивается в размерах, соответственно, она становится более визуально отличима от всей остальной вашей тушки. При этом, если у вас большой процент подкожного жира, он будет сглаживать вот те объемы мышечные, которые под ним будут скрываться. И, соответственно, когда говорят, видимо, о прорисовке, имеется в виду, что вы параллельно еще жир лишний скинете, и, соответственно, визуально мышцы все будут видны. Естественно, чем больше мышца, тем больше нужно жира, чтобы ее закрыть. И при сохранении того же уровня подкожного жира, который у вас есть, если вы сделаете мышцу больше, она будет лучше проглядывать сквозь кожу. Может быть, он что-то такое имел в виду. Но прорисовать это не корректный термин, чего вы не можете никуда прорисовать. Вы не на курсах рисования сейчас находитесь. Вы находитесь на уличной спортивной площадке с турниками и брусьями. И здесь вы работаете на силу и работаете на выносливость. Тело – именно доминирующие мышцы. А если использовать немножечко другой хват на брусьях, то можно прокачать трицепс и дельтовидную мышцу. Очень интересно, какой хват он собирается использовать, чтобы прокачать трицепс и дельтовидную мышцу. Потому что нет. Смещение акцента на брусьях с грудных мышц на трицепс или на дельтовидную зависит от положения тела, а не от того, каким хватом вы за них беретесь. И, в принципе, на канале есть ролики, где я рассказываю об этом. А что касается хвата, он будет одинаковый во всех трех случаях. Вы точно так же будете размещать руки на брусьях. Поэтому, что хотел сказать этот человек, я понятия не имею. Но ролик, как вы видите, ужасный. А это только начало. Мы фитнес-инструкторы. Находимся в тренажерном зале. Мы многое видим, как выполняют люди. И вы знаете, нам есть что сказать. Обычно новички что не делают? Вот как в школе научили. Вот они подошли, запрыгнули, взялись. Хват не пойми какой. И давай подтягиваться, как умеют. В короткой, в быстрой амплитуде куда-то взлетают. В быстрой амплитуде? Как амплитуда может быть быстрой? Амплитуда – это характеристика расстояния. Она может быть короткой, она может быть длинной. Что такое быстрая амплитуда? Мне непонятно. Что касается того, что в школах на физкультуре детей вообще не учат подтягиваться, и у физруков нужно вообще отобрать возможность учить детей ничему хорошему, в подавляющем большинстве случаев физруки детей не научат. Самый лучший вариант проведения уроков физкультуры – это просто дать детям возможность побегать, попрыгать, поактивничать. Дать им мяч, дать им возможность поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, позаниматься на турниках, что угодно, просто чтобы они размялись, отвлеклись от сидящей вот этой вот активности, которая их на уроках ждет, и не вмешиваться. Я готов просто поспорить, с кем угодно. Если мы сейчас придем в любую школу на урок физкультуры, я вам покажу огромное количество ошибок, которые допускает физрук, и потенциальных травмоопасностей, которые при этом возникают. Я лично категорически против вообще существования физкультурников в школах. На данном этапе это пустая трата времени и денег государственных, потому что никакой пользы они не приносят. Надо это все вообще реформировать. Надо вообще, в принципе, всю школьную систему реформировать. Сейчас там, по-моему, 11 классов, вернули еще четвертый. Можно всю школьную программу уместить в 9 классов, то есть как минимум 2 класса можно выкинуть целиком, можно значительно сократить нагрузку ежедневную на школьников, на учителей, на бюджет, и при этом абсолютно ничего не потерять в качестве обучения. Если кому интересно заняться этим вопросом, пишите, потому что меня эта ситуация, честно говоря, очень сильно угнетает, потому что огромное количество ресурсов распозаривается, а проблема в том, что у нас не так много сейчас ресурсов. И в будущем у нас их станет еще меньше, поэтому нужно их использовать эффективно. А текущая образовательная система – это одна из самых неэффективных вещей, с которыми я когда-либо сталкивался. И я буду ее реформировать. Вернемся к ролику. Остановитесь, ребята. Нужно понять основную проблему. Если вы хотите накачаться, накачать свою спину, вы должны уметь делать правильно. Я уже 100-500 раз рассказывал, что нет понятия «правильно» и «неправильно». Если вы хотите накачать мышцы, вы должны делать упражнение эффективно, таким образом, чтобы каждое повторение давало вашим мышцам максимальную нагрузку. Если вы хотите делать не мышцы, а делать количество повторений, если вам хочется хвататься, чтобы подтягиваться 30, 40, 50 раз, то ваша цель наоборот – делать так, чтобы каждое повторение тратило как можно меньше энергии и было как можно более легким. И при этом соответствовало каким-то там вашим правилам, критериям по технике. Поэтому правильно-неправильно говорить нельзя, некорректно. Можно говорить эффективно, можно говорить безопасно. Вот два объективных критерия для оценки подтягиваний. Грудь подтягиваем в турнику, локти приводим к спине. Выглядит следующим образом. Запрыгнули, хват широкий, лопаточки напрягли. Подтянули грудь, опустили, растянули широчайшую. Так вот про кого говорил Иван Красавин в своем ролике. Вот какая редиска, да? Какой нехороший человек. Советую всем тянуть грудь и травмировать, возможно, свои позвоночники такой техникой. Совет браться широко. Нет, он не работает. Для прокачки спины вовсе не обязательно браться максимально широким хватом. Можно браться хватом примерно на ширине плеч. В ролике про Ивана Красавина мы это подробно разобрали с вами, поэтому повторяться не буду. Напрягли лопаточки. Ой, я не знаю, лопатка это вообще кость. Как ты собрался ее напрягать? Фитнес-тренер. Это фитнес-тренер. Люди платят ему деньги, чтобы он их тренировал. Я не вижу какой-то вот фитнес-клуб, но на месте фитнес-клуба я бы избавился от таких тренеров. На самом деле проблема качества, квалификации фитнес-тренеров в России, она стоит невероятно остро. Она и в Америке стоит, но там получше дело. В России это просто фитнес-тренерами идут работать люди вообще без какой-либо квалификации, каких-либо знаний. Лопатки он решил напрягать. Естественно, он имел в виду, что нужно свести лопатки, да, напрячь мышцы, которые отвечают за сведение лопатки. Это и ромбовидная, и мышцы вращательной манжеты плеча. Но это я знаю. А зрители, вот сотни тысяч просмотров, которые мы обеспечивают, они не знают этого. И они думают, что, о, фитнес-тренер, но показал, надо тянуть грудь. Грудь им тянуть надо. Если ты не знаешь и не можешь объяснить, зачем ты вообще снимаешь ролики? Ты просто засоряешь информационное пространство вот этой ерундой. Оставь, пожалуйста, подтягивание тем, кто умеет подтягиваться и может объяснить, как подтягиваться. Запыхавшийся ты на спорстве трех повторений. Учитесь нашей технике, потому что она правильная. Еще раз. Нет правильной техники и неправильной техники. Подробно я в ролике про пять ошибок новичков этот вопрос разбирал. Там, кстати, есть фотография Волочковой, которая делает шпагат. Так что посмотрите, будет приятный ролик, и вы сразу для себя все поймете. Что будет с телом, если отжиматься каждый день по сто раз на протяжении месяца? Вы удивитесь, но это два разных автора. То есть ролик про брусья, который говорил, что будет с телом, когда отжиматься на них каждый день. И ролик про отжимания от пола, это разные люди снимали. Но одинаково огромное количество просмотров собрали такие ролики. В этом есть свой плюс и минус. Плюс. 100 отжиманий в день могут заменить занятия в тренажерном зале. Формулировка, конечно, классная. Ну, могут. А могут и не заменить. Великолепный план Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. Все зависит от того, что вы делаете в тренажерном зале. Значительно увеличивая мышечную массу, развивая силу и выносливость организма. Но это они делают только в том случае, если нагрузка, которая создает отжимания, является для них стрессовой. Если я, допустим, сейчас начну каждый день выполнять по 100 отжиманий, мышечная масса у меня прибавляться не будет. Потому что для меня это не является нагрузкой. И, соответственно, организм не поймет, зачем им устроить еще мышцы, если с этой нагрузкой он и так справляется. У вас появится рельеф тела, а также увеличатся силовые показатели. Такое ощущение, что просто они из одной методички все копируют. У этого тоже рельеф тела, силовые показатели. Я не буду второй раз комментировать всю эту бредитель. Минус. Если делать это на пределе максимальных возможностей тела, то существует риск переутомления и истощения мышц. Что может повлечь за собой постоянное ощущение усталости в руках, боли в локтях и даже возникновения хронического заболевания суставов. Заработать себе перетренированность, выполняя 100 отжиманий, возможно. Вероятность этого есть. Однотипное ежедневное выполнение большого количества сгибаний-разгибаний в одном и том же суставе под нагрузкой, да, может привести к развитию различных заболеваний, если вы делаете все это без головы. А, собственно, те, кто смотрит такие ролики, они делают все это без головы, поэтому я даже сказал бы, что вот это предупреждение о том, что все это опасно для здоровья, это правильно было сделано. Плохо, что не было рассказано, как нужно делать все это дело, чтобы было полезно. Но об этом я расскажу как-нибудь в другом видео. Будет ли отжиматься каждый день на протяжении месяца, решать только вам. Если говорить коротко, то сама по себе идея каждый день делать 100 отжиманий, она довольно бестолковая. Можно выделить три уровня подготовки. Если 100 отжиманий, это для вас слишком легко, если 100 отжиманий соответствует вашему уровню нагрузки, если 100 отжиманий для вас слишком тяжело. В первом случае, если у вас очень много сил, и вы добавите 100 отжиманий, вы ничего от них не получите. То есть, если, например, на моем уровне добавить 100 отжиманий, то ничего не изменится. 100 отжиманий я могу делать просто как разминка. Имеется в виду, естественно, не 100 отжиманий за один подход. Да, там, два подхода по 50, три по 33, четыре по 25. Даже если делать один по 100, это просто очень скучно. Ну, текущего моего уровня не хватит, чтобы каждый день делать по 100 отжиманий в течение месяца. Какой-нибудь там Александр Прохоров делал сотню просто как предразминка. И он мог легко каждый день их делать и вообще без проблем, поэтому ему это ничем. Второй уровень, если 100 отжиманий, это дают нагрузку, которая соответствует вашему уровню, тогда какое-то время вы будете прогрессировать. И это, наверное, самый оптимальный вариант, когда вдруг так совпало, что случайное число из интернета 100 отжиманий соответствует вашему уровню нагрузки. И пока он соответствует, вы будете прогрессировать. Затем вы подниметесь на уровень выше, оно перестанет давать вам развивающую нагрузку, перестанет создавать стресс для организма и перестанет иметь хоть какой-то смысл делать по 100 отжиманий. И, наконец, самый плохой вариант, если 100 отжиманий превышают или сильно превышают у вас текущий уровень подготовки, но вы все равно решили, что надо делать, как там, сайтама, я не знаю, каждый день по 100 отжиманий, ваш организм к ним был не готов, и вы заработали какую-то травму. В лучшем случае перетренированность, нет, в лучшем случае вам просто это быстро надоест, вот, и вы бросите это дело, и это лучший случай. В среднем случае вы заработаете перетренированность, просто усталость, потерю интереса к тренировкам. Вы поймете это по своему ощущению, у вас поменяется. Если вначале вы будете прям рваться, сделать отжиманий, то со временем вы поймете, что вам все менее интересно, менее весело, менее хочется все это делать. Вот это является одним из симптомов усталости. Эмоциональная усталость – это тоже один из показателей перетренированности, если вам тяжело заставить себя. Не так, что вы не хотите идти, но вы пришли на тренировку и все, и вы бомбите, атакуете. А так, что вы не хотите заниматься, вы начинаете заниматься, вы еще больше не хотите, и вот видно, что это усталость. И она накапливается, и не надо себя до такого момента доводить. Ну и третий момент, самый плохой, это, естественно, если вы травмируетесь. Двигаемся дальше. Сейчас у нас не 24 часа от суток, а 12. Что? Понимаете? Я серьезно говорю. Еще несколько лет назад было 16, уже около 12 часов. Ну хорошо, 13. Что значит «ну хорошо»? Ты только что сказал, что часов 12. А сейчас «ну хорошо» 13. Если мы еще немножко подискутируем, ты увеличишь нам обратно до 16, как было несколько лет назад? Пусть будет. Что мы за 13 часов успеем? Мы не успели открыть глаза, уже вечер. Ты 13 часов открываешь глаза? Это очень медленный подход на поднятие век. Знаете, что в Гималаях есть один монастырь, огонь, лампада, которая горит все время. Туда подливается строго определенное количество масла. И монахи заметили еще много лет назад, что лампада горит, а день заканчивается. То есть там определенное количество масла, и в сутки она горит, или день горит, ну и так далее. То есть они заметили, что огонь горит по принципу, а скорость времени изменилась. И об этом сейчас метафизики говорят тоже, потому что все очень стремительно меняется. Я не знаю про монастырь в Гималаях, но я знаю про то, что существуют атомные часы, которые максимально точно показывают время. И физики не говорят о том, что дни ускоряются. Вообще ничего подобного они не говорят. Такую ерунду несут только непонятные люди с YouTube-шорцев, у которых сотни тысяч просмотров. Нам предстоит очень серьезная борьба за знания, борьба против невежества и тьмы. И если вы хотите поддержать нас в этой борьбе, то переходите на сайт Boosty, подписывайтесь, оформляйте спонсорскую поддержку. Можно всего 200 рублей в месяц. Для одного человека это небольшая сумма, но если 100 тысяч наших подписчиков скинутся, у нас появятся огромные возможности по борьбе с невежеством. А судя по тому, как все это развивается, и если мы не хотим прийти к тому состоянию мира, которое было показано в фильме «Идеократия», то, ребята, нам нужно объединять усилия и бороться с этим ужасом. Иначе все закончится очень плохо. Ладно, давайте посмотрим еще пару роликов. Мне уже плохо от того, что я увидел. Что будет, если стоять в планке каждый день? Еще один любитель что-то поделать каждый день. Почему никто не говорит, что будет, если учить физику каждый день? Если читать учебники по физике и развивать себя в этом направлении. Или в биологии, или в химии, я не знаю. Почему это никто никого не интересует? Почему? Или это просто YouTube не интересует? Зачем ему умные люди, которые читают книги, да? Ты точно этого не знал. Ускорится обмен веществ? Уважаемый Денис, моя любимая картинка с метаболизмом сейчас на экране. Пожалуйста, покажи, что там ускорится от того, что ты начал делать планку. Я очень хочу знать, очень хочу знать, что здесь будет ускоряться. Укрепятся мышцы спины. Действительно, мышцы спины станут сильнее. Правда, уровень нагрузки, который дает планка, он очень небольшой, поэтому очень быстро пользу для мышц спины она перестанет приносить. Улучшится гибкость и осанка? Улучшится гибкость? Каким вообще образом? Как должна улучшаться гибкость от планки? Там даже не тянется ничего, и там нет смысла в том, чтобы что-то тянуть. А если ты не тянешь и не расслабляешь мышцы, как у тебя будет улучшаться гибкость? Ты вообще знаешь, что такое гибкость? Что значит этот параметр? Специально для таких тренеров надо будет сделать видео про 10 физических качеств, которые я стырил из списка у кроссфита. Он мне очень понравился, наверное. Наилучшее, наивеличайшее достижение кроссфита – это сформулирование вот этого списка. И про каждый из параметров рассказать, чем они отличаются друг от друга, потому что многие до сих пор, видимо, не понимают. Мышцы кора станут сильнее. Да, мышцы кора станут сильнее, но тут точно так же, как и с мышцами спины, и нагрузка очень быстро перестанет быть развивающей, и толку будет мало. Подписывайся. Нет, у тебя на канале много фигни всякой вот такого уровня, а не полезной информации, поэтому ни в коем случае на него не подписывайтесь. Худшая ошибка в твоих подтягиваниях. Худшая ошибка в подтягиваниях – это если ты их не делаешь. Никогда так не делай, если хочешь иметь спину настоящего охотника. Вот такую спину ты просто так не разовьешь на турниках и брусьях, и подтягивания тебя в этом смысле не сильно помогут. Стоящего охотника, блин. Ты видел вообще охотников, я не знаю, собирателей. Я сильно сомневаюсь, что у них были супер-мега-развитые спины. Вот что-то мне подсказывает. Кум, хватит, когда вы турник берете в кольцо, тем самым вы включаете предплечье в работу. А это значит... При любом хвате ты включаешь предплечье в работу. Я не хочу тебя расстраивать, но... Иначе, если ты не будешь включать предплечье в работу, ты просто со скользящего турника и упадешь. Ты держишься на турнике за счет того, что включаешь предплечье в работу. Ты посмотри хотя бы анатомию, открой учебник. Так, котишка, что ваша спина будет не дорабатывать. И сами понимаете, с такими подтягиваниями там спина точно будет не дорабатывать. Зачем ты так дергаешь? Это еще и на нежестком турнике. На нежестком, на гимнатической перекладине легче выполнять подтягивание за счет того, что она вот так вот баунсит. Я не помню, как по-русски. По-английски bounce. По-русски, я не помню, как это называется. Ну, короче, она вверх-вниз ходит и облегчает вам процесс выполнения подтягивания. На жесткой перекладине, на которой подтягиваются воркаутеры, вот на такой, делать подтягивание тяжелее, соответственно, спина будет получать больше нагрузки и будет дорабатывать. Громно ей не стать. А если вы хотите предплечье папайя, то не вопрос, пацаны, дерзайте данный лайф. Я не знаю, как это комментировать. Я даже не знаю. Спина отвечает за приведение плеча к телу. Мышцы предплечья в данном случае отвечают за хват. Конечно, есть, допустим, плечо лучевая, которая отвечает за сгибание руки, точно так же, как бицепс будет участвовать в верхней части подтягиваний и подтягивать вас наверх. Но в начале движения мышцы предплечья отвечают только за то, что вы висите на турнике. Они всегда будут работать. Нельзя висеть, не используя мышцы предплечья. Просто потому что, если вы их расслабите, рука, кисть расслабятся, пальчики, все эти вот внутренние сгибатели, поверхностные мышцы сгибателя, палец, они просто расслабятся, и вы упадете в шанс. И вот это, кстати, тоже собрало кучу просмотров на YouTube-шорте. Я не знаю, как это комментировать. Это очень плохо все, ребята, очень плохо. Как накачать спину без нагрузки на позвоночник? Подтягивания с весом могут быть достаточно безопасны. Но без веса мышцы расти не будут. Обязательно повышай рабочие веса. Сила равно масса. Связь прямая. Поверь мне. Честно говоря, Юрий попал в эту подборку случайно. Просто шортс его мне выдал. На самом деле у него на канале есть и полезные ролики. Но раз уж я делал эту рубрику, я решил, почему бы его тоже не вставить. Тем более здесь есть много прекрасных моментов. Начиная от «поверь мне», да, очень научный подход. «Поверь мне», нет, я тебе не верю. И заканчиваю всем остальным. Двигаемся дальше. Сила равно масса. Да? Нет. Нет. Есть огромное количество факторов, которые влияют на вашу силу. Сейчас я их на картинке вам покажу. И объем мышц, мышечная масса является лишь одним из факторов. Да, ее вклад достаточно высок. И мы можем посмотреть разные исследования на эту тему. Но говорить о том, что сила равно масса, нет. Масса равно сила. Это да. Нельзя быть огромным и слабым. Потому что просто для того, чтобы быть огромным, требуются мышцы. Но быть сильным и быть не таким большим, а быть сильным за счет других факторов, это возможно. Это возможно. И дальше нагрузка на спину. Если ты вешаешь пояс с отягощениями себе на поясничный отдел, ты создаешь нагрузку на позвоночник. Это не вариант тренировки мышц без нагрузки на позвоночник. Если ты хочешь тренировать мышцы без нагрузки на позвоночник, то ты должен выполнять упражнения лежа. Вот если ты будешь лежать и выполнять упражнения на развитие широчайших мышц, это возможно. Если мы посмотрим анатомию широчайшей мышцы, то мы увидим, что нам всего-то нужно сделать это отвести плечо от тела, а затем создать нагрузку, которая будет препятствовать нашему приведению. Это можно сделать, например, с резиновой петлей. Если просто лечь, закрепить где-нибудь резиновую петлю, чтобы она нас тянула, и вот потом приводить мышцу к телу. Если вдруг у кого-то серьезнейшая проблема с позвоночником, и нельзя давать никакую нагрузку, этот вариант можно использовать. Вариант с поясом с цепью и отягощением создает нагрузку на позвоночник. С другой стороны, если у вас грыжа в грудном отделе, а пояс вы вешаете на поясничный, то, естественно, это будет не то же самое, чем, например, вы будете использовать жилет-утяжелитель, который будет сверху давить на грыжу в грудном отделе. Но если у вас грыжа в поясничном отделе, а самая часто распространенная, встречающаяся в наше время грыжа, это как раз грыжа поясничного отдела, то пояс может быть точно так же травмоопасен, и он точно так же создает нагрузку на позвоночник. Что касается того, что нельзя растить мышцы без дополнительной нагрузки, можно, потому что мышцам твоим все равно, как ты их нагружаешь. С точки зрения мышц, подтягивания с дополнительным весом, или высокие подтягивания, скажем, до живота, если ты будешь тренировать взрывную силу, они ничем на определенном уровне не будут отличаться. То есть, если у тебя нет пояса, нет плюс 10 килограмм, плюс 20 килограмм, ты вполне можешь тренировать подтягивания до живота, то есть стремиться развить максимальную взрывную силу, и нагрузка будет примерно такая же. Естественно, плюс 50 килограмм, плюс 100 ты таким образом не сможешь сделать. Но до определенного момента упражнения с собственным весом вполне позволяют за счет своего усложнения, за счет биомеханики компенсировать использование отягощений, тем более, которые создают нагрузку на позвоночник. В общем, вот такая вот новая рубрика на нашем канале. Фитнес-идиатизм. Как вы можете видеть, я не преувеличил, когда давал такое название рубрики, потому что действительно то, что я сейчас увидел, это не попадает в рубрику обычных разборов, да, это просто витязь какой-то. И плохо, что люди это смотрят, люди этому верят, люди используют эту информацию в своих тренировках, а какие-нибудь наши полезные ролики не используют. Хотя нужно признать, что мои видосы в шортах тоже в последнее время собирают сотни тысяч просмотров, и я надеюсь, что с их помощью я таки смогу помочь людям стать чуточку лучше и побороться с вот этим мракобесием. Если вам понравилось это видео, и вы хотите, чтобы больше выходило подобных подборок, небольших, смешных, то пишите в комментариях. И, кстати, на сайте workoutshop.ru, нашего генерального спонсора, есть футболочки сегодня, вся прибыль от которых идет непосредственно развитие этого канала, так что я буду рад, и вы себе закажете. Я буду очень рад, если кого-нибудь на площадке где-нибудь встречи в такой футболке, это прям согреет мою душу. С вами был Антон, канал Street Workout, и до встречи в следующий раз. Надеюсь, что повод будет поприятнее.